Война мало кого делает счастливым, даже если вы тот, кто напал. Это же произошло и с Россией после начала полномасштабного вторжения в Украину. Россияне не стали лучше питаться, выглядеть или иметь больше возможностей. Ровно наоборот. Война высасывает из России ресурсы. Рост цен невероятной стабильности никакой веры в завтрашний день попросту нет. Именно к этому приходят социологи, опрашивая население России. При этом есть довольно интересная особенность. Россияне устали от войны, они ее не хотят. Они хотят ее конца, но не готовы проигрывать. Как же это возможно? Откуда берется это двоемыслие, когда с одной стороны ты против любой войны, и более того, ты признаешь, что война по тебе сильно ударила, а с другой стороны продолжаешь повторять телевизионные штампы. Как это работает? Сегодня будем с вами разбираться. Точнее, разобралась с этим социологическая группа, исследование которой приводит Верстка. Тем не менее, интересно посмотреть, как устроен мозг такого вроде не фашиста, но вроде хочет, чтобы Россия победила, а при этом победа России это победа фашизма. Да чего там говорить, если даже антивоенные якобы россияне довольно часто рассказывают про наших мальчиков, про то, что нельзя желать своей стране поражения и так далее. Чего взять с просто обычных граждан. У них, понятно, в голове еще большая каша. Но интересно не только это, а то, что с течением времени, за эти два с половиной года, многие россияне не просто устали от войны, а начали видеть, как она разрушает их жизнь, как она разрушает их планы. Это даже те, кого не коснулось смерть родных и близких, кого не коснулось уничтожения территории, где они живут. Например, Белгородская область сейчас сделана санитарной зоной, причем сделана самим же Владимиром Путиным. Он хотел сделать санитарную зону в Харьковской области, но так вышло, что теперь она в Белгородской. Даже люди, которые не столкнулись напрямую с проявлениями войны, они видят, что их жизнь становится хуже и не загадывают вообще больше, чем на один день. Не потому что не хотят, а потому что не могут. При этом всем Z-каналы постоянно жалуются на то, что на самом деле люди в России войну не поддерживают, что по телевизору продолжают крутить попсу и разлагающие всевозможные фильмы и передачи, а люди на самом деле никак к войне позитивно не относятся. Это то, о чем я вообще говорил с самого начала этой войны. Есть, конечно, радикальные сторонники российской агрессии, которые, ну, часть из них воюют, часть поддерживают воюющих. Есть радикальные противники, ну, я их называю нормальные люди. А есть среднестатистический человек, которому абсолютно наплевать, что там происходит, и только то, что по его жизни это бьет все сильнее, заставляет его негативно относиться к происходящему. В общем, давайте обо всем по впорядку. Сначала поговорим о том, как относятся внутри России по мнению социологов. Они провели качественные исследования, ну, не в смысле, что они очень хорошие эти исследования, хотя они неплохие, а в смысле, что это метод такой не количественный, а качественный, когда у вас не просто опрос, а глубинное интервью, когда вы начинаете понимать мотивацию респондентов, когда вы залезаете к ним в голову. Это довольно хороший, как правило, способ для того, чтобы узнать, чего реально происходит. Ну, а также посмотрим на то, как оценивают поддержку войны в России Z-канал. И все это будет в сегодняшнем видео. Не забывайте поддерживать его вашими лайками, комментариями и подписками на канал. Все эти вещи помогают это видео продвигать. Ну, а также поддерживайте канал финансово на Патреоне. Ссылка будет в описании. Заходите, выбирайте понравившийся вам уровень поддержки финансовой и получаете за это бонусы. А ваша поддержка для канала, конечно, неоценима. Теперь давайте переходить к тому, что накопали социологи. Верстка приводит их исследования. Ссылку оставлю в описании. Многие россияне все жестче выражают свои претензии к войне в Украине и не понимают, ради чего она ведется, но пока не готовы признать ее ошибочность. Об этом свидетельствуют данные этнографического исследования, проведенного лабораторией публичной социологии PS Lab, которая изучила Верстка. Его авторы описывают отношения к войне россиян самыми разными взглядами. Группу людей, которые поддерживают войну, оправдывают ее или отстраняются от ее оценки, исследователи называют не противниками. Большинство из них – те, кто оправдывает войну, но не является при этом ее убежденными сторонниками. Как выяснили PS Lab, не противники, особенно аполитичные, стали больше критиковать войну и при этом больше чувствовать свою принадлежность к стране и государству, ведущему ее. PS Lab полагает, что в России пока не сложились условия для перехода к политическому протесту, а опрошенные верстки и политологи уверены, что до окончания войны переход с кухонной на публичную критику маловероятен. Кто такие не противники войны с Украиной? От любой войны нет толку. Люди потом побираться начинают, у них нет руки, нет ноги. Есть толк тем, кто сидит выше. Война – это бабосы, отмывка денег. Вот и все. Как это, за что мы воюем? Но изначально же был разговор, что американцы должны были типа занять территорию Украины, поставить там свои ракеты. Это цитата одного и того же человека. Исследователи PS Lab называют его Витей. Он работник автосервиса в небольшом городе в Свердловской области. Витя – типичный не противник войны. У большинства настроенных таким образом россиян, если исключить из их числа убежденных сторонников вторжения, очень серьезные и конкретные претензии к нему. Но они не готовы признать, что нападение России на Украину было ошибкой. Исследователи смогли определить главные черты не противников войны. Главная их общая характеристика – отстраненность от политики и власти. Такие люди при попытке заговорить с ними о политике блокировали обсуждение с помощью фраз вроде «давайте закроем тему насчет этой политики, мне хватает в телевизоре». Мы простые люди, мы мало что понимаем. Политика – это что-то такое государственное большое, в чем я не разбираюсь. Многие из не противников воспринимают власть как чужую, живущую отдельно от остального населения страны социальную группу. Там у них свое общество наверху, и они сами там решают, управляют, говорит одна из участниц фокус-группы в Самаре. При этом нельзя сказать, что деятельность властей граждан совсем не интересует. Но возможность повлиять на нее не противники не верят. В том числе и из-за этого у них сложилось специфическое медиапотребление. Не противников гораздо больше интересуют локальные новости, чем сообщения с фронта или из Кремля. Вторая общая черта – наличие серьезных и конкретных претензий к власти в связи с войной, которые не противники выражают порой предельно жестко. К примеру, они недовольны плохим обеспечением военных, особенно тем, что людям на фронте приходится за свой счет покупать омундирование. Еще одна претензия связана с тем, что в боевых действиях не участвуют представители элиты. Если забираете у нас мужчин, мы ожидаем, что в обмен на вашу лояльность вы позаботитесь об их безопасности и нашем благополучии, рассуждают многие наши собеседники, пишут авторы исследования. Вопросы к власти не противники формируют под влиянием личного опыта и общения со знакомыми, бывшими в зоне боевых действий. В беседах с этнографами они прямо ссылались на боевавших близких, которые рассказали им, что по телевизору все врут. Набор претензий не противников власти очень похож на то, за что ее критикуют зетблогеры. Но это вовсе не значит, что они, зетблогеры, нашли путь к умам самой широкой аудитории. Это вряд ли возможно. Ведь в их картине мира, если ты поддерживаешь войну, то должен воевать, быть максимально вовлечен, чего нельзя сказать об описываемой социальной группе. Но можно понять, что за счет личных контактов с людьми на войне то, что сейчас обсуждают зетблогеры, будут обсуждаться многими гражданскими людьми внутри страны через полгода-год, заявил Версткий, следователь зетпропаганды, писатель Иван Филиппов. Наконец, третий признак, объединяющий не противников, это патриотизм. Критика войны, как ее оправдание, ведутся чаще всего именно с патриотических позиций. Образ мыслей такой. Война вредит России, но она и защищает ее. Не в рамках имперской концепции, которую пытается насаждать Кремль. Она не противниками, не воспринимается. Речь идет о национальном патриотизме и восприятии России как национального государства, которое конфликтует с другими национальными государствами. Украина ими воспринимается не как тоже Россия, а украинцы не как тоже русские, а как другая нация, объяснил Версткий с автор исследования социолога Олег Журавлев. Его слова подтверждаются цитатами самих информантов. Прямо до глубины патриотичные стали. Даже у нас, например, в школе поднятие флага каждый понедельник бывает. Гимн стоят, поют. Я за мимикой все смотрю. У них прямо все серьезно, так сказала информантка из Бурятии. О патриотизме говорит и жительница Краснодара. Для меня Россия это Россия, а Украина. У меня там родственники, которые, когда еще даже военная операция не началась, они уже нас ненавидели. К патриотизму добавляется запрос на общую солидаризацию российского общества на фоне войны, которую отмечают исследователи. Надо понимать, что не может быть мира, впереди победы. Мир может быть следствием победы, заявила одна из исследовательниц, уральский священник, отец Алексей. Важно понимать, что пока есть запрос на солидаризацию, никакого массового плотного комьюнити еще не существует, уточняет соавтор исследования Олег Журавлев. Долю не противников в российском обществе, если исключить из нее активных сторонников войны, точно оценить непросто. Авторы исследования приводят сразу несколько цифр, на которые стоит обратить внимание, говоря о непротивниках. К примеру, в марте 2024 года, по данным Левада Центра, 49% респондентов назвали причиной для остановки войны человеческие жертвы с обеих сторон. Два других показателя — это количество людей, уклоняющихся от оценки войны. Рост 28 до 36 в течение 2023 года, по информации проекта Хроники и Экстримскан. И доля декларативных сторонников войны — 53% в течение 2023 года, по данным Хроник и Экстримскан. Исследователи также указали верстки на данные Russian Field за начало июня, согласно которым 78% респондентов поддержали бы Владимира Путина, если бы он принял решение немедленно остановить спецоперацию. Судя по данным исследований, не противники войны готовы ее критиковать, пока им не задают вопрос о том, нужна ли она и не стоит ли ее прекратить. В этом случае информанты тут же начинали оправдывать войну, так же агрессивно, как до того ее критиковали. Этнографы в разговоре с респондентами зафиксировали почти карикатурные обоснования боевых действий. Вот эти вот США, они долбят мирных жителей, они просто убивают мирных жителей и валят все на Россию. А при всем при этом это неправда, ответила информантка Люда из Свердловской области на прямой вопрос, стоит ли немедленно вывести российские войска из Украины. Незадолго до этого она также эмоционально сетовала на то, что воевать соседнее государство отправляют детей, и что она не понимает, что они, власти РФ, хотят от всего этого. Схожие ситуации встречаются и в беседах с еще несколькими респондентами. В PSLAP это объясняют тем, что не противники, несмотря на ощущение отчужденности от власти, солидаризируются с ней и страной. Иными словами, оправдывая войну, многие ее не противники на самом деле оправдывают не политические цели спецоперации, а самих себя, отмечается в исследовании. Соавтор исследования Журавлев в беседе с Уверсткой подтвердил эти выводы и обосновал их длительными и многочисленными наблюдениями за реакциями респондентов. В материалах исследования приводится несколько примеров того, как информанты оправдывали себя через оправдание поведения государства. Например, один из респондентов, отец Валентины, ответил исследовательнице на ее вопрос о бомбежках Харькова, что мы в этом не виноваты, а виноват дьявол, развязавший войну. Мы не убиваем им мирных жителей, добавил он. Ответить, что можно считать победой в войне, кроме абстрактного всю Украину займем, не противники не могут. Также они часто прямо говорят, что не понимают, ради чего ведутся боевые действия. Большинство из них после вторжения России в Украину считают свое будущее неопределенным, в отличие от сторонников войны, и жалуются на невозможность строить какие-либо определенные планы. Некоторые прямо говорят, что больше чем на месяц свою жизнь не планируют, другие, что раньше пытались это делать, но с началом войны перестали. Сейчас такая неопределенность, сейчас в нашей стране что-то планировать страшно, невозможно, говорит женщина-врач из Улан-Удэ. Запрос на солидаризацию общества может мешать появлению альтернативной политической повестки среди непротивников. Авторы исследования сомневаются, что это возможно даже после окончания войны. Очень важно понимать, что альтернативная повестка после войны это одно, а переосмысление ответственности за войну совершенно другое. И далеко не факт, что одно приведет к другому. Если война заканчивается на приемлемых для России условиях, которые можно представить победой и успешной защитой, то парадоксально заложенные войной софтпатриотизм и экономические достижения могут быть развиты и способствовать тому, что люди не будут особо ничего переосмыслять, полагает Журавлев. Если же война растянется еще на долгие годы, то в обществе рано или поздно произойдет перенапряжение из-за большого числа смертей. Но это, по мнению эксперта, может сработать против власти только после окончания войны, если не будет какого-то суперкризиса. Политизацию кухонной критики считает маловероятный политолог Константин Калачев. Мнение о том, что мы не можем проиграть, оно общераспространенное. Не противники начнут переосмыслять происходящее только тогда, когда все закончится. То есть сперва мы не проиграли, и уж потом, а что это вообще было? Такая реакция россиян связана с тем, что у российского общества большие амбиции и низкая самооценка, считает политолог. Люди с низкой самооценкой чаще других отказываются признавать свои ошибки. Для них признание чужой правоты или того, что у каждого может быть своя правда, подобно унижению, отметил он. Потому для переосмысления надо сперва выйти из ситуации обсуждения ошибок, дойти до ситуации обсуждения результата. Другой политолог, решивший остаться анонимным, согласился с тем, что у российского общества есть одно общее желание – не проиграть. Но бойтесь сбывшихся желаний. Они ведут к разочарованиям. Поэтому, как ни страшно звучит, в интересах российской власти продолжать войну или то, что можно выдавать гражданам за ее продолжение, как можно дольше резюмировал он. В целом, из этого исследования понятно вообще, как эти люди существуют. То есть они существуют в таком двоемыслии. С одной стороны, война им не нравится. И бьет по ним самим. Бьет по их родным и близким. Бьет по их знакомым, которые навсегда лишаются жизни. С другой стороны, они, во-первых, не видят возможности как-либо повлиять на власть. А во-вторых, из-за причисления себя к этой войне, что воюем мы, они не хотят ни проигрыша, ни брать на себя ответственность за происходящее. Это довольно важно понимать. Может ли это трансформироваться в бунт и сопротивление? В целом, сказать сложно. Как правило, бунт и сопротивление – это история не про возмутившихся гражданских. Это история про взбунтовавшихся военных. Поэтому я, в любом случае, от российского общества больших изменений в этом не жду. Более того, как я уже сказал, даже якобы умнейшие, интеллигентнейшие моральные камертоны, некоторые даже с премиями мира нобелевскими, они ведут себя как абсолютно ресентиментная часть этого общества, которая все так же помогает и путинской пропаганде, и все так же пытается делать вид, что не все так однозначно и подмахивает буквально геноцида Украины. И в этом смысле надеются, что если уж вот эти вот мерила вообще всего в этом мире, вот эти вот праведники бога, я не знаю, кем они там себя считают еще, вот если даже в их головах разумное не сеется, то чего уж говорить о большом и закомплексованном обществе. Тем не менее, важно, что я бы хотел подчеркнуть, что вот этот вот запас прочности по тому, чтобы принимать эту войну, он тоже, мне кажется, если не на исходе, то как минимум заканчивается, потому что ведь, ну, бунт это не единственный вариант развития событий. Куда более опасным для российской власти в моменте будет отказ от поддержки, ну как, самостоятельно, то есть отказ от того, чтобы быть частью армии, то есть не идти туда, никаким образом не поддерживать российские власти в происходящем, то есть не обязательно оппонировать, просто саботировать. Такая большая итальянская забастовка на всю страну, и вот это для российской власти может быть гораздо хуже, если все люди просто отвернутся. И Z-каналы, надо сказать, и Z-общественность довольно часто на это жалуются. Уже упомянутый Иван Филиппов, идущий канал на Западном фронте «Без перемен», одна из его любимых тем, это как раз как Z-каналы говорят, что народ не тот попался. Прикиньте, то есть и всему миру народ не тот попался, те, кто говорят, что россияне, что вы не свергаете Владимира Путина. И самые российские военные говорят, и военкоры, что типа, блин, опять народ не тот попался, никто войну не поддерживает. Довольно иронично. С первых дней войны Z-каналы жалуются на то, что российское общество недостаточно включилось в поддержку армии, ведущей боевые действия в Украине, пишет Иван Филиппов в своей колонке для холода. Пока Путин рассказывает о том, что страна сплотилась своими победой, они пишут о том, что стране на самом деле на войну наплевать. И на воюющих солдат тоже. Сама тема для Z-пространства не новая, но последние две недели, писал он не так давно, таких текстов о неправильном народе, о народе зажравшемся и равнодушном, стало появляться все больше и больше. Z-авторы очень недовольны российским обществом. Нет, конечно, они так прямо не говорят. Они пишут про пи***ов, которые во время войны смеют ехать отдыхать, про заплывающих жиром обывателей, чебу***ю жирную жизнь обеспечивают гнутые спины крепостных мобилизованных. Обвиняют средний класс менеджеров и мелких предпринимателей, СММщиков, промоутеров, айтишников в том, что они отмахиваются от новостей из зоны СВО, потому что от них аппетит и настроение портятся. «Последние два года я регулярно об этом пишу», — говорит Ваня, и не врет, он реально регулярно об этом пишет. Если бы я брал еще Ванины зарисовки, вот сбор Z-постов на тему того, что народ не тот, у меня бы еще одна постоянная рубрика была на канале. Так вот, последние два года я регулярно об этом пишу, говорю в интервью или выступлениях, чтобы понять, насколько непопулярна война и насколько маргинальна ее партия, надо читать не «Холод» или «Нью-Йорк Таймс», а Z-каналы, которые пишут об этом с завидной регулярностью. Не напрямую, но, например, описывая нерешаемые проблемы в армии и бесконечный недостаток самых разнообразных вещей. Простая логика Z-авторов. Раз волонтеры обеспечивают российскую армию большинством необходимого от обмундирования и бронежилетов до транспорта и дронов, а в войсках всего как не хватало, так и не хватает, значит, поддерживает волонтерскую деятельность очень малый процент наших сограждан. Сами Z-авторы это давно понимали. Новый же всплеск текстов про неправильный народ говорит, «Мне кажется, пишет Ваня о другом, о том, что воюющие, помогающие фронту россияне начинают понимать, ничего не изменится». За почти три года полномасштабной войны общество не мобилизовалось и, скорее всего, не мобилизуется. Потому что войны оно категорически не хочет, и это вызывает в провоенных каналах понятную ярость и понятную тревогу за будущее. Одно дело быть ветераном народной войны, а другое услышать свой адрес, так знакомое многим мы вас туда не посылали. Самый острый такой текст на неделе опубликовал в своем канале «Рамзай», это на прошлой неделе было, заместитель главного редактора газеты «Завтра», постоянный член изборского клуба и военный эксперт Владислав Шурыгин. «Хотел сказать несколько слов о нашем враге», пишет он в своем посте. «Не о США, не о НАТО и даже не о ВСУ. Я о другом враге, о глухом и безразличном ко всему чиновнике, которому глубоко плевать на все, кроме собственного кармана, собственного кресла и воли вышестоящего начальника, от которого зависит его благополучие. О заплывающем жиром обывателе, которому всем своим пылом служит государство, обеспечивая ему комфортную жизнь с возможностью вывести свой семейный прайд в Турцию и пообсуждать под пальмами Мармариса, что в Италии это было лучше, но вот СВО. Главная тема их разговоров, когда же там замирение будет». Шурыгин, пишет Ваня, один из самых лояльных власти авторов, который никак нельзя отнести к называемым презрительно-всепропальщиками условно Игорь Стрелков и его товарища типа полковника Виктора Алкснеса. Если уж и пытаться как-то классифицировать канал «Рамзай», то он значительно ближе к позиции охранителя, то есть к официальной пропаганде, у которой все идет по плану. Вот именно Шурыгин пишет о том, что главный враг российской армии это заплывший жиром гражданин России и российский же чиновник. Пост Шурыгина моментально разошелся по Z-пространству, его перепостили десятки каналов. Но что самое любопытное, об этом посте написал и депутат Андрей Гурулев. Ну тот алкаш, помните? Прочитайте, я со многими вещами согласен. Написано жестко, но откровенно. А ведь текст Шурыгина довольно подробное перечисление всех главных тем в Z-пространство. Избыточные потери, командиры которой гонят, как скот солдат на штурмы ради наград и повышений. Тотальная нехватка всего и главное, постоянное вранье. Все это перечисляет автор в своем уже нашумевшем тексте. Два с половиной года идет война, пишет он, а на фронте до сих пор вранье и показуха цветут, как опиумный маг в таджикском огороде. На текст Шурыгина ответила корреспондент Аиф Екатерина Ларина, ведущая свой небольшой Z-канал под названием «Позывной Августа». Канал Шурыгина этот ответ тоже репостнул. Ни про какую консолидацию общества спустя больше двух лет после начала войны речь вообще не идет. По ТВ и радио по-прежнему львиную долю эфирных сеток занимают развлекательные программы. А знаете почему? Потому что people have it, потому что рейтинги, а значит это эфирное непотребство приносит бабки. Потому что какому-то отвечающему за внутреннюю политику так же п*** до происходящего, как этому people. И это главная мысль, объединяющая всех упомянутых колонки Z-авторов. Их мечта покончить с мирной комфортной жизнью сограждан, чтобы вся страна жила войной, привела маскировочные сети, стояла в очередях военкомата, не развлекалась, не отдыхала, не работала на мирных работах, а жертвовала всем ради победы. Москвичи поехали на курорты, на заправках, ни п*** не заправятся, а говорят, пехоте не комплект личного состава. Тут на каждой заправке батальон можно найти. Кто сегодня едет по М4 на курорт и все п***, неважно откуда они родом, пишет автор канала Но Пасаран, волонтер, занимающийся доставкой на фронт комплексов динамической защиты для танков. Если аккуратный автор Рамзай все-таки в своем эмоциональном тексте пишет о неком абстрактном чиновнике, то автор канала Окопная грязь по сути обвиняет в сложившейся положении дела руководства страны, хотя имен уже не называет. У нас сделали ставку на то, чтобы воевать с минимальными рисками для стабильности общества. Правда, для этого придется взвалить всю ношу войны на пускай небольшое, но абсолютно закрепощенное количество своих граждан. Ничего, потерпят солдатики. Солдатики терпят. Солдатиков остается с каждым месяцем меньше. Зет-художник DoesBustodrow Комментюра первое заседание суда по делу об осквернении стихийного мемориала ветеранам СВО на Варварке пишет Может быть, для кого-то это и новость, но враг давно уже не находится по ту сторону линии фронта. Он уже рядом. Кривя губы в ронах и машинах Демонстративно отворачивается, заведя военную форму в общественных местах Проявляет свою антивоенную позицию. Большинству как было так и есть резюмирует автор канала Росгвардеец Для них война очень далеко Прям очень Их не тревожит завтрашний день Он у них все равно наступит в своем мерке Говорят, так виновата, мол Я не очень интересуюсь темой войны Да и вообще все по кайфу В январе прошлого года Ваня написал для холода колонку о чем ноет Захар Прилепин Это был текст о том, что российская культура прилагает все мыслимые усилия чтобы не запачкаться в войне о Росгвардии подполковника Прилепина такое положение дел чрезвычайно печалит Прошло полтора года и на этой неделе Прилепин тоже это было иметь в виду прошлой неделе Прилепин тоже ныл и снова на ту же тему отсутствие интереса к зеткультуре со стороны сограждан и руководителей театров и телеканалов Не хотят читать про Ханова и слушать Чечерину Свой пост Прилепин закончил словами Тут какой-то вывод должен быть выводов не будет Мы же, мне кажется пишет Ваня вывод сделать как раз можем Формируется новый нарратив войны в котором противники и враги это граждане России которые хотят мирной жизни Довольно важный вывод пишет Ваня Филиппов Я же в конце видео сделаю еще один вывод То, что российское общество апатично то, что оно не пассионарно в противодействии этой войны которая уничтожает само это общество это безусловно минус но также это и плюс эти люди не встанут под знамена не пойдут мощно воевать вот часто задается вопрос а что же там с мобилизацией где же новая мобилизация задают его в основном зетники но иногда иронизирующие над громкими заголовками типа антивоенные россияне но на самом деле вот вам и ответ где мобилизация кого мобилизовать вот этих людей людей, которые не понимают ради чего идет война людей, которые отворачиваются когда видят зет шевроны война не стала мейнстримной темой в России люди не бегут сломя голову помогать военнослужащим это совершенно не похоже на то что происходит в Украине да, в Украине тоже есть люди которые пытаются делать вид что войны не существует но там почти, не знаю, вся медийка она вся поддерживает украинских военнослужащих люди там понимают что речь для них идет об отечественной войне о войне, в которой буквально определяется существование Украины о войне, в которой должен помогать каждый в России этого нет и нет справедливо потому что война которую ведет Россия никому не нужна ни россиянам, ни украинцам никому-либо в этом мире Россия в этой войне просто уничтожает Украину и понятно, что уничтожают Украину не какие-то вот как это может сложиться впечатление что все россияне вообще им до войны нет дела но при этом кто-то же уничтожает Украину кто-то же с автоматами идет кто-то же запускает ракеты Поэтому это, безусловно, часть России, российского общества, и поэтому российскому обществу предстоит еще долгая дорога, если она вообще сохранится, долгая дорога осознания того, что произошло и как не допустить этого вновь. Повторяю, никогда больше россияне позволили напрямую прийти к тому, что теперь Россия это не тот, кто борется с агрессором, а Россия тот, кто и есть агрессор. Конечно, во время войны с Второй мировой Россия тоже была агрессором поначалу, потом переметнулась, когда Германия на нее напала, но тем не менее нарратив, который после этого создавался все это время, был в том, что вот мы не допустим больше фашизма, и предполагалось, что как бы сама Россия не допустит, чтобы где-то появился фашизм, но проморгало, что фашизм появился в ней самой. И людям, всем этим людям предстоит еще долгий и долгий путь, осознание, как стало возможным, чтобы они допустили уничтожение, попытку уничтожения соседней страны и убийства там огромного количества людей. Тем не менее, факт остается фактом, эта война все более и более непопулярна в самой России. Граждане России все больше и больше готовы на то, чтобы эта война прекратилась. Они не хотят формального поражения, но они хотят, чтобы больше этих военных действий не было. А это значит, что у российской власти не все под контролем. Ни экономика, ни армия, ни общество. Люди же, они на всей планете одинаковые, никто не хочет жить в тоталитарном государстве, где ты не вздохнуть, не пернуть, и где на твоих руках кровь людей из соседней страны. Поэтому, конечно, рисков для российской власти появляется все больше. Но возможностей все меньше, потому что общество, которое не хочет мобилизовываться во всех смыслах, не будет мобилизовано и весьма конкретно. Поэтому для российской власти чем дольше идет эта война, тем больше будет угроз. В конце концов, Российская империя так уже попробовала во время Первой мировой. Чем закончилось, думаю, объяснять не надо. А с вами был Майкл Наки, это такое вот довольно необычное, на мой взгляд, интересное видео на тему, которая важна для понимания происходящих процессов и для того, чтобы понять, насколько возможны те или иные сценарии. В любом случае, я желаю, чтобы единственный сценарий был впереди, а именно, чтобы Украина победила и установился справедливый долгосрочный мир, а не передышка на год, после которой будет еще более жестокая мясорубка. Но неважно, какой сценарий я бы хотел, и даже неважно, не надо задаваться вопросом, что будет дальше, ответить на него мы все равно не можем. Надо задаваться вопросом, что мы можем сделать для того, чтобы тот вариант будущего, который нам кажется справедливым, был как можно ближе. Задайтесь этим вопросом и попробуйте пронести этот ответ дальше вместе с собой. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Продолжение следует...